Всем хай ребята и добро пожаловать на мое новое видео по обзору модов на майнкрафт сегодня у нас на очереди тоже достаточно интересный хоть и не очень большой мод называется он ксерка или же зерка так давайте начнем с того что этот мод у нас добавляет огромную кучу еды я не буду сильно уделять ей внимание потому что как вы видите ее здесь огромное множество и как вы можете заметить например вот пончик тот же крафтится из ванильных материалов то есть благодаря вот этой вот еде новой с мода вы сможете найти применение для всяких валяющихся у вас ненужных там сахара пшеницы и так далее и все это вы сможете ребята попробовать самые разные гамбургеры соки и так далее давайте сейчас посмотрим одну из самых прикольных вещей в этом моде это вот такой вот ножик на первый взгляд он очень невзрачный крафтится у нас из одной палочки одного железного слитка давайте сейчас на какой-нибудь корове его протестим вот мы кликаем он наносит у нас одно сердечко урона атакует у нас чуть побыстрее чем обычный меч то есть достаточно удобный в бою ножичек но не так-то прост как может ребята показаться давайте сейчас подойдем к корове сзади на шифте и нажмем левую кнопку мыши и как вы видели я сейчас выносил по ней огромнейшую кучу урона это у нас ребята самый настоящий бэкстаб с этим ножом он возможен вы теперь сможете убивать практически всех а может быть даже и вообще всех существ со спины конечно он у нас не ваншотит но он наносит очень много урона а теперь вторая фишка этого ножичка давайте сейчас возьмем ее я просто обожаю эту фишку посмотрите мы сейчас держим ножик во второй руке и мы можем им драться есть к примеру вот корова и мы реально объем вот этим вот ножом вы можете взять в свою правую руку меч в левую руку вот этот ножик и теперь смотрите мы бьем мечом ножом мечом ножом просто вы представляете как это эффективно будет в бою против монстров различных то есть вы одной рукой их бьете второй добиваете и Все в таком, ребята, духе. Но и на этом еще функционал ножа, само собой, не ограничивается. На него у нас есть, ребята, две новые чары. Ядовитый и тихий убийца. Вот так вот они выглядят. Веномус и Сайлент Киллер. Итак, Сайлент Киллер у нас будет увеличивать урон от бэкстаба. А Веномус будет накладывать яд. Давайте сейчас я вам покажу этот яд. Вот смотрите, мы бьем курочку и на нее накладывается отравление. У этой курицы, я так понял, осталась половинка сердечка, поэтому она не умерла от отравления. Как вы помните, в Майнкрафте отравление доводит существо до половинки сердечка и дальше не убивает уже. Вот, например, овечка. Да, она у нас тоже с половиной сердечка. И отравление, как вы видите, спустило ей все здоровье. Но это очень прикольно на самом деле, потому что вы сможете при помощи этого отравления очень сильно ослабевать врагов. А теперь представьте, опять же, ту же тактику, которую я вам до этого показывал. То есть вы берете в одну руку меч, во вторую руку нож. И теперь представьте, если ваш меч будет зачарован на фаероспект. То есть он будет поджигать. То есть вы бьете этой кнопкой, поджигаете. И потом на правую кнопку мыши еще отравлением. Это сразу два негативных эффекта. Это просто высасывалка моментальное здоровье из врага. Но даже на этом его функционал, само собой, ребята, не ограничивается. Этот ножичек вы можете использовать в крафте для приготовления разного вида еды. Например, вот вы можете помидор нарезать на помидорные слайсы. Тосисочки разные делать и так далее. То есть всякие виды еды. Еще одна функция ножа – это обтесывание дерева. Давайте сейчас посмотрим, как это работает. Мы кладем ножик. Вот так вот кладем дерево. Рядом с ним можем с любой стороны от ножа положить. И мы получаем обтесанное дерево. Такое же обтесанное дерево, как когда мы нажимаем правой кнопкой мыши топором на бревно. То есть вот так же абсолютно работает эта фишка. То есть как вы топором можете на правую кнопку мыши вот так вот бревно обтесывать, так же вы можете и вот этим ножичком их обтесывать. А теперь давайте посмотрим, в чем главная фишка вот этого у нас ножа. Кладем его по центру и теперь кладем, например, слева снизу. От него бревно обтесанное и мы получаем вот такое вот обтесанное другое бревно. Так же если мы положим здесь, уже будет другой узор на этом бревне. И тут другой. То есть всего у нас 8 таких вот узоров. В зависимости от того, в каком месте от ножа мы положим этот у нас, ребята, блок. И теперь просто посмотрите, какие тут есть реально древесные узоры. Я сейчас вам очень быстро их так покажу, чтобы вы смогли примерно рассмотреть. У нас дубовые были до этого, сейчас березовые и сейчас уже из темного дуба, либо же из ели, которые, кстати, напоминают что-то такое скандинавское, викингское, я думаю, да? Вот такие вот у нас, ребята, получаются блоки и это очень даже круто. Ну а сейчас уже на этом функционал ножа ограничивается. Но сейчас мы перейдем к следующей вещи, которая у нас крафтится как раз таки из этого ножа. Это у нас крюк кошка. Вот такой вот он, грэбхук. Давайте мы сейчас возьмем его и посмотрим, как же он у нас работает. К примеру, вот какая-то стоит курочка, мы берем, забрасываем его и убиваем курочку. Как вы видите, также у меня вот сейчас далось достижение, которое, видимо, отсылка к доте и к пуджу с его крюком. Вот, но посмотрите сейчас, к примеру, на корову, которой больше здоровья. Мы ее реально к себе подтянули. Как вы можете посмотреть, вот у меня в хот-баре, например, этот крюк сейчас при подтягивании, да, он имеет какой-то кулдаун такой небольшой. Но типа он не такой значительный, он не будет вам прям сильно мешать. Если же мы крюк просто забросим на ландшафт, он просто в него воткнется и как бы сбросится. То есть, ну, вы видите сами. И если мы этот крюк, например, будем забрасывать куда-то высоко, как вы видите, он вообще не подвержен гравитации, он летит ровно в ту сторону, куда мы его, ребята, с вами забросили. Это очень удобно, нам не придется как со стрелой думать, а попадет ли он в цель или же надо кидать его чуть-чуть повыше. Он у нас попадает, ребята, точно в цель. А теперь давайте посмотрим на два зачарования, которые у нас добавлены вот для этого самого крюка. Первое зачарование, которое мы посмотрим, это граплинг. Оно у нас, как это можно догадаться, добавляет функцию настоящего крюка кошки. Вот к этому вот метательному крюку. То есть, мы его забрасываем, и нас будет, ребята, подтягивать к блоку. Или, к примеру, сейчас я вот сделаю вот такой здесь столбик. Какой-то, да, вот такой вот. И давайте сейчас мы это сюда забросим. То есть, на высоту он нас тоже вполне легко подбрасывает и даже перебрасывает. То есть, посмотрите сейчас. Вот он меня сейчас вот так подбросил. Это достаточно прикольно, достаточно удобно на всяких горах. Но вот на такой, например, одиночный столб будет очень сложно залезть, как вы видите. Потому что он так вот нас отбрасывает. Вторая чара, которая у нас бывает на этот крюк, это нежный захват. Он, как вы можете догадаться, позволяет таскать животных, к примеру, тех же, не нанося им никакого урона. Это может быть очень полезно, если вам вдруг надо перенести животное из какого-то одного загона в другой и так далее. То есть, у нас уже это перестает быть оружием. Это становится обычным инструментом для перетаскивания мобов. А теперь давайте посмотрим на новый вид оружия, который у нас добавляется этим модом. Это вот такие вот 3D-шные молоточки. А с видом от третьего лица или же в мультиплеере они достаточно прикольно выглядят, но от первого лица что-то как-то не очень. Если мы видим, например, мы атакуем на левую кнопку мыши, выглядит как будто мы скорее себе колени отбиваем, чем кого-то атакуем. Но при этом молотки у нас наносят урон достаточно слабый. Но если мы зажмем правую кнопку мыши, у нас вот так вот молоток поднимается, мы можем им ударить и у нас моб отлетит очень даже сильно. То есть, эти молотки в первую очередь для отброса цели на большое расстояние. Вот так вот он у нас, ребята, работает. Как вы видите, у нас есть вот такие вот несколько видов молотков. То есть, есть у нас каменный вот такой молоток, железный молоточек, потом золотой. Так, осел. У нас, как вы видите, есть четыре вида молоточка. То есть, у нас есть каменный вот таким вот образом выглядит крафт из двух камней и трех палок. Железный тут вместо камней нужно два железных слитка. Золотой с двумя золотыми слитками. И алмазный, как это можно догадаться, с двумя алмазами. Вот такие вот, ребята, у нас молоточки. Но, естественно, молоточки у нас не так тоже просты, как и у ножа. У них тоже есть уникальное, собственно, зачарование. Первую чару я вам покажу сейчас. Давайте на железном буду показывать. Это легерити. Переводится как легкость. Вторая чара это сотрясение. Квейк. И третья апперкот. И давайте сейчас посмотрим, как же у нас работает чар легерити. То бишь, легкость. Как вы видите, он достаточно быстро замахивается. Если мы возьмем второй какой-то молоток, там алмазный, он у нас поднимается намного медленнее. А вот этот же на легерити, он достаточно быстро поднимается и бьет. То есть, можно прям реально быстро молотить всех. Вот таким образом. Вторая чара это квейк. Сотрясение. Давайте посмотрим. Мы сейчас наведем на моба. Как бы да, мы можем ему нанести урон, как и раньше. Ну, а теперь мы попробуем навести на землю и ударить по земле. И теперь удары по земле тоже будут наносить уроны по площади, ребята. То есть, к примеру, вот давайте посмотрим здесь, какой у нас радиус будет у удара. Вот, вот этих коров достало, вот этих не достало. Сейчас и вот этих тоже достало. То есть, в принципе, всех монстров, всех животных в небольшом радиусе это у нас будет, ребята, дамажить. И последняя чара, апперкот. Я думаю, уже многие знают, что это такое. Ну, вот, как-то вот так вот это работает. То есть, он у нас реально подбрасывает мобов вверх. Напоминает атаку железного голема из Майнкрафта. Вот так вот это работает. И причем самое прикольное, как вы видели, сейчас с коровой это произошло. Мобы у нас будут получать урон от падения. То есть, те же зомби в том числе будут получать урон от падения. И это может очень хорошо сыграть вам на руку. Вы сможете их таким образом добить. С новыми оружиями, в принципе, это все. Давайте сейчас посмотрим еще несколько прикольных штучек из этого мода. Итак, первая плюшка у нас это блок тростника. Вот так вот он выглядит. Мы можем при помощи него, как бы, ну, компактно складывать тростничок, ребята. Ну, достаточно прикольно, в принципе-то. Поэтому я считаю, что лишним это не будет. Второй блок это блок кожи. Крафтится из девяти кожи. Позволяет вам компактно хранить кожу. Вот так вот он выглядит. Ну, больше на какую-то ткань похожа. Но ладно, как бы, я тоже не против. Очень, даже очень классно и удобно. Люблю вот эти блоки, которые компактят в себе другие блоки. А теперь давайте посмотрим следующую вещь. Это у нас пустой книжный шкаф. То есть, вы знаете, в Майнкрафте есть книжный шкаф. Он вот так вот у нас выглядит. То есть, он заполнен книжками. А теперь давайте посмотрим, в чем отличие пустого книжного шкафа. Вот мы сейчас его поставили. А теперь берем какую-нибудь книгу. Я сейчас вам покажу, что и зачарованная тоже работает. И теперь мы, например, берем и вот сюда вот кладем там зачарованную книгу. И вы видите, вот здесь сейчас появляются книжки. К примеру, если мы дальше доложим, тут появятся еще книжки. То есть, ребята, вы видите, как это круто сделано? Эти книжные шкафы реально можно вот так вот заполнять. И они у нас в итоге станут похожи на обычную книжную полку с Майнкрафта. Вот такие вот, ребята, книжные шкафчики. Это очень, по-моему, круто сделано. А следующая штучка, которая у нас здесь есть, это конфетти. Вот нажимаем правую кнопку мыши. С таким вот у нас, ребята, праздничным звуком разлетаются вот эти конфетти. Достаточно прикольная штучка. Также есть из них еще крафтится вот такой вот конфетти-болл. Этот конфетти-болл можно кидать. И он у нас будет взрываться тоже в конфетти. Вот так вот достаточно прикольно. А сами конфетти, да, я забыл же вам показать, как они крафтятся. Бирюзовый краситель, желтый, пурпурный и одна бумага. То есть и 12 конфеттишек вы получите вот таких вот. Поэтому, если захотите устроить пати, вы всегда можете это сделать. Итак, растение. У нас здесь только два вида в этом моде. Это чай. Вот так вот выглядит. В нем прям видно, что реально как будто это чай такой, да, такие листики на маленьких веточках. Очень даже забавно это все дело выглядит. Сейчас мы возьмем костную муку. Как вы видите, очень много костной муки требуется, чтобы этот чай вырастить. И вот таким вот образом вы сможете выращивать чайные кустики. И второе растение, которое у нас есть, это помидоры. Честно скажу, они больше похожи на посаженную морковку какую-то. Как будто это хвостики морковные торчат. Но, тем не менее, это помидоры у нас, ребята. На них тоже нужно очень много костной муки потратить, что я считаю как-то, ну, не очень круто. Вот. Но у нас, получается, такие вот помидорчики вырастают. И теперь давайте посмотрим, для чего же нам нужны эти помидоры. Давайте сейчас мы соберем помидоры. Вот так вот сейчас мы их соберем, ребята. Нам выпадают вот такие вот помидоры и, собственно, семена помидора, чтобы мы могли больше их выращивать. Итак, сами помидоры у нас работают следующим образом. Давайте подлетим к какой-нибудь корове. Зажимаем правую кнопку мыши. Нам дают достижение. И, как вы видите, эти помидоры, попадая в моба, реально наносят ему урон. То есть, ими фактически можно закидать до смерти. В отличие от тех же снежков, ребята. Вот такие вот помидорчики. И также из них можно сделать помидорные слайсы, томатный сок и вот семена. Вот такое вот у нас применение. Только у помидоров достаточно не обширное, но тоже прикольно достаточно. И теперь посмотрим, для чего же нам нужен, ребята, чай. Как несложно догадаться, у нас чай высушивается вот в такие вот чайные листики. В печке, на костре или же в коптилке. Вот. И мы можем из них заваривать либо вот такой холодный чай, либо уже мы можем кастомно заваривать чай вот в таких вот чайничках. Тут видите даже. Вот, например, количество чая 7 в этом чайнике написано. То есть туда можно разное количество заварки насыпать и потом пить чаечек при помощи вот этих штук. А теперь покажу вам еще одну вещь. Это эндерфласк. Вот такой вот эндерфлакон. К примеру, мы возьмем 3 бутылки зелья огнестойкости. Теперь мы берем верстак. На верстаке вкладываем вот этот эндерфласк. И, как вы видите, вот мы можем в него закладывать реально бутылочки зелья. Вот таким образом. 4 заряда, 5. Вот, то есть вы видите. И сейчас у нас фактически остаются пустые только бутылки от этого всего. А вот в этой эндерфляге у нас 8... Залито 8 бутылок зелья огнестойкости. Теперь, если мы это выпиваем, у нас как бы тратится один заряд и реально дается огнестойкость. То есть, как вы видите, это очень прикольная штука. В эту эндерфлягу вы сможете у нас заливать любые вообще зелья, которые вам нужны и сможете ими пользоваться. Крафтится достаточно дешево. С одной стороны, с другой стороны не очень. Око эндера плюс 4 кожи. Но, я думаю, на этапе, когда у вас, ребята, будут зелья, эта штука вполне даже будет недорогой по крафту. Учитывая, что она у нас не расходуется. Она реально у нас бесконечная, ребята. В принципе, это на этом и все. Вот такой вот ксеркомод у нас, ребята, сегодня был. Я надеюсь, что он вам понравился, потому что он реально достаточно прикольный. Тут введены всякие удобные фишечки, которые впишутся хорошо в игру. Я очень надеюсь, что вам понравился мой обзор, поэтому обязательно поставьте лайк под ним, подпишитесь на канал, оставляйте свои комментарии. Буду рад их прочитать и ответить вам, ребята. Ну, а на этом у нас все. Всем спасибо и всем пока! Пока!